Вопрос очень большой, попытаюсь быстро проскочить по слайдам и как-то отразить основные точки. Да, действительно, компания зарегистрирована в 2015 году, работы начались еще за два года до этого. Соответственно, что нужно знать современным онкологам об опухоли? Если в исторической небольшой перспективе назад стратификация велась в основном по первичной локализации к гистологическому типу, то сейчас мы не можем представить без иммуногистохимических исследований, других молекулярных исследований, уже входит в практику расширенное генетическое тестирование, и я думаю, что в будущем это будут гораздо более сложные комплексы. Секвенация нового поколения позволяет нам увидеть основные характеристики изменения генома человека и в части генома, и в части экзома, и в части каких-то конкретных генов. Это и инсерция билетции, изменение числа копий, более сложные производные биомаркеры, о которых мы поговорим позже подробнее, точковые мутации, структурные перестройки, ну и слияние генов, естественно. Секвенирование РНК, в том числе и как компонент протеомики. Если говорить о технической части, то секвенаторы в основном на сегодняшний день, и то, что мы будем обсуждать, это секвенаторы второго поколения, вся история началась, и далее мы это покажем, с 1975 года, работ Сенгера, где была продемонстрирована возможность секвенирования как технологии. Ну и в будущем, в недалеком, рассчитываю, в будущем, грядет уже поколение, третье поколение секвенации с гораздо большей производительностью. Здесь принципиальным моментом является то, что необходимо на самом деле понимать, какая машина, извините, радио, необходимо понимать, на чем проводилась секвенация, потому что каждый метод имеет свои ограничения, направлен на строго, на определенную специфику, и это имеет достаточно важное значение. Потому что в основном сейчас мы говорим о коммерческих секвенаторах, которые работают с короткими прочтениями, с высокой производительностью, с короткими прочтениями, которые дают достаточно большое количество шумов и имеют определенные сложности в интерпретации. Об этом, если останется время, поговорим позже. Понятно, что секвенация по Сенгеру является золотым стандартом, зачем вообще были нужны другие типы секвенации, потому что достаточно сложно с производительностью. Работы последнего времени или исследователи, которые проводили работу в последнее время, некоторые допускают такие радикальные замечания, как возможность или предположение, что в скором времени МГС сможет заменить сенгеровское секвенирование. Ну, посмотрим. Значит, преимущество секвенации следующего поколения – это оптимизация расходов на диагностику, именно оптимизация, хотя сегодня кажется, что исследования достаточно дорогостоящие, но если пересчитать на единицу показателя, то исследование окажется действительно недорогостоящим. Позволяет производить скрининг широкого набора показателей в одном тесте, позволяет проводить работу и, в принципе, формировать новые биомаркеры и сложные комплексные биомаркеры, так называемые интегральные биомаркеры. Позволяет идентифицировать изменения даже в скудной биопсийной ткани. Это обычный такой больше, наверное, рекламный слоган, потому что на самом деле секвенация очень критично потребна к качеству биоматериала и использование преимущества жидкой биопсии. Ну вот слайд, о котором я говорил, о котором рассмотрены во временном масштабе основные ключевые точки развития метода. Здесь и такие глобальные инфраструктурные проекты, как Human Genome Project, и первая секвенация. И, естественно, что для нас, как клиницисты, важно – это выход на рекомендации крупных и авторитетных медицинских сообществ, онкологических. Проводится ряд исследований о наличии преимуществ или их отсутствии. Есть очень разнородные данные. Мы, естественно, переводим данные нерандомизированного пока одноцентрового исследования. Цитата такая, что комплексное геномное профилирование на ранних этапах лечения может приводить к лучшим результатам при меньших затратах. Надо оговориться, что есть и исследование, которое показывает обратное. Следующий слайд я подготовил для того, чтобы дальше скузить, скажем так, чтобы дальше конкретизировать, почему мы будем демонстрировать секвенацию на каких-то конкретных примерах. То есть относительно нового типа исследования в данном случае приводится корзинное исследование, когда по биомаркеру все пациенты рандомизируются по наличию конкретного биомаркера в опухоли, и результатом исследования является определение или отсутствие преимуществ лечения конкретного типа биологического типа опухоли вне зависимости от первичной локализации. Подобные исследования привели к одобрению так называемой панканцерной терапии. Здесь небольшая хронологическая лента представлена с тембролизом МАУ в 2017 году, с НТРК-блокатором как вторым маркерным назначением терапии, и на них мы остановимся попозже. Надо сказать, что на сегодняшний день идет очень большое количество исследований, как минимум 40 препаратов находятся на сегодняшний день по исследованию по включению в дальнейшую панканцерную терапию. Европейское общество медицинской онкологии на сегодняшний день рекомендует использовать мультигенную секвенционную панель при ряде заболеваний на слайде отражено. Рекомендуется тестировать тюмер мутейшн борда, то есть мутационную нагрузку в опухоли в ряде заболеваний. Постулируется, что научно-исследовательские центры должны проводить эти исследования для накопления данных и потом популяризации методов или внедрения того, что окажется действительно ценным и действенным. В отношении жидкой биоптии, выдержкой из статьи «Анализ онкологи», то есть данная методика, мы говорили о том, что она может внести в себе преимущество жидкой биопсии, может внести со временем вклад в изменение классификации опухоли с ТНМ на ТНМ-БИН, что еще раз говорит о важности и о перспективной оценке методов медицинским сообществом. Следующий слайд демонстрирует то, насколько быстрыми темпами нарастает количество новых данных, которые используются в онкологии. То есть здесь мы демонстрируем, что в принципе за полгода количество маркеров увеличилось на сотню, комбинация маркеров увеличилась на сотню, и значение маркерной терапии или маркеров для назначения терапии и прогноза терапии суммарно, если брать всю медицину за 100%, то 40% относятся к онкологии. Здесь, наверное, по лимиту времени уже проскочу совершенно быстро. Скажу, что комплексные интегральные биомаркеры, мы сейчас остановимся на... Метод NGS позволяет проводить или определять комплексные биомаркеры, если в данном случае дефицит гомологичная репарация. Обычно мы привыкли определять его по мутациям гена BRCA1, BRCA2. Здесь мы показываем, что набор генов и относящийся к пути гомологичной репарации и не относящийся к ним, но тем не менее, который может приводить к определению статуса как дефицитного с последующим назначением лекарственного препарата гораздо более широкий. Следующее, на чём хотелось остановиться, это два показателя. Это микросателитная нестабильность, это первый показатель, по которому была назначена панканцерная терапия. И следующий показатель – это мутационная нагрузка в опухоли. На сегодняшний день можно сказать о том, что Европейское общество медицинской онкологии рекомендует проведение в одном тесте исследований, чтобы сразу определить и микросателитную нагрузку, и ТМБ. По ТМБ более интересный факт заключается в том, что оба этих маркера являются определяющими для назначения иммунотерапии. При комплексном исследовании ТМБ мы можем найти данные, при которых мутация в ряде генов будет приводить к тому, что комплексный биомаркер ТМБ плюс мутация в одном из указанных генов будет иметь отрицательный прогностический эффект на назначение иммунотерапии чекпоинт-ингибиторами. Следующий слайд показывает, что каждый из этих маркеров имеет самостоятельное значение. Здесь привел совместную нашу работу с Институтом Димы Рогачева. Также исследовали у детей с гепцеллярным раком данный показатель. За неимением времени, наверное, следующие показатели мы проскочим и скажем о том, что данный метод уже входит достаточно просто, плотно входит в повседневную практику. Именно клинической онкологии научные центры должны заниматься этим исследованием. Это так понятно, но метод имеет ряд очень серьезных ограничений и сложностей. В ряде научных исследований указывается о том, что в том числе помимо регуляторных технологических проблем, проблемы связаны с отсутствием специалистов, которым достаточно свободно ориентируются данные проблемы в онкогеномике, в онкогенетике. Пожилые специалисты старшего возрастной группы с меньшим энтузиазмом назначают данный вид анализа и меньше ориентируются на нем при назначении лечения, при том, что молодые специалисты более подвержены ему. Здесь демонстрация, волевая картинка. Это пациентка с заболеванием молочной железы. На данной иллюстрации указан эффект, в результате подобранный по тесту терапии в течение двух месяцев. Одна из основных проблем – это, конечно, большой массив данных, часть из которых на сегодняшний день остается балластным условно, потому что то, что сегодня является балластным, завтра может оказаться вполне себе ценным показателем. На этом заименении времени, наверное, остановлюсь. Если есть вопросы, пожалуйста.